Генеральный план Барнаула разрабатывал Российский институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор. В документе обозначены два периода – это 2021 и 2036 года. За это время, по предложению московских проектировщиков, краевой столицы должны построить обход с мостом через Обь, магистральные улицы по Антона Петрова и Юрина, автомобильный тоннель под железнодорожными путями и привокзальной площадью с выходом на проспект Красноармейский, расширить улицу Власихинскую и создать дополнительные выходы на Павловский тракт. При этом центр города освободят от промышленных и складских предприятий, сохранив историческую часть. Многие предприятия переселят на улицу Власихинскую, на правом берегу обе хотят разместить объекты массового спорта, например, Грибной канал или Гольф-клуб. Учения по экстремальному вождению танков прошли в Алтайском крае, информирует московский комсомолец Барнаул. Их провели мотострелковые соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО. В ходе учения механики-водители демонстрировали мастерство управления танками Т-72Б2. На боевых машинах они преодолели 10 километров неподготовленной трассы, включающей в себя водную преграду, колейный мост и противотанковый ров. Также танкисты отрабатывали элементы экстремального вождения. Наш край занял третье место в экологическом рейтинге регионов России, пишут аргументы и факты на Алтай. Рейтинг рассчитывали с 2007 года по итогам каждого сезона. В число самых благополучных с точки зрения экологии регионов вошли Тамбовская область и Республика Алтай. Затем следуют Алтайский край, Белгородская, Курская области и другие. Наихудшая экологическая ситуация в Свердловской, Челябинской, Иркутской, Московской и Брянской областях. Отметим, специалисты рассчитывали природоохранные, промышленно-экологические и социально-экологические индексы. Рубцовский дзюдоист завоевал путевку на первенство России. Он занял второе место на первенстве Сибирского федерального округа, написал Рубцовск.Инфо. Победитель дзюдоист, воспитанник спортивной школы номер 2, тренирует спортсмена Анатолий Князьков. Барнаульский водитель маршрутки меняет мир к лучшему с помощью конфет, пишет комсомольская правда Барнаул. В соцсетях Алексея Кузьеванова окрестили самым мимимишным шофером города за то, что он раздает своим пассажирам конфеты. Цель поступка – улучшить атмосферу в автобусе, зарядив позитивом пассажиров. Водитель отмечает, за полтора месяца, пока лежат конфеты в салоне автобуса, среди пассажиров ни разу не было стычек и выплеска негативных эмоций.